Здравствуйте! Ток-шоу «Новый уровень» сегодня в учебной аудитории Московского технологического колледжа номер 14. Почему мы назвали свою программу «Новый уровень»? Обычно на телевизионные ток-шоу приходят люди для того, чтобы скандалить и выяснять отношения, кто прав, кто виноват. Мы приглашаем гостей для того, чтобы узнать ответы на важные вопросы о современной жизни. Надеемся, вам будет интересно. Рано или поздно мы все задаем себе вопросы о смысле жизни. Зачем я живу? Что делать? Как найти свое призвание? Где встретить друзей и единомышленников? Понятно, что молодым людям всегда хочется самовыразиться в чем-то необычном. В последние пару десятилетий у нас появилось много различных субкультур. С одной стороны, это сообщество единомышленников, а с другой – группировки с непонятной репутацией. Как сделать правильный выбор, чтобы потом не было мучительно больно и стыдно? Об этом поговорим сегодня на «Новом уровне». Ты знаешь, кто будет гость на нашей программе сегодня? Алексей Войтс. Это кто? Байкер. А как ты думаешь, чем занимаются байкеры? Интересными вещами. Они занимаются тем, что им нравится. Это свободные люди во многом. У них жизнь в дороге. А вот как ты думаешь, что должен в жизни человек сделать обязательно? Ну, обеспечить себя семьей, хорошей работой. Сделать все для того, чтобы твой род пошел дальше. Как минимум, ребенка завести, чтобы продолжить все. А ты про такой клуб «Ночные волки» слышал? Нет. Не слышал? Нет. До сегодняшнего дня нет. Итак, друзья, спасибо, что пришли к нам сегодня. Мы начинаем. У нас сегодня в гостях один из активистов мото-клуба «Ночные волки». Алексей Вайтс. Аплодисменты. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Спасибо, что пришли к нам на программу. Первый вопрос традиционный я задаю всем. Скажите, какие вопросы вам сегодня задавать нельзя? Ну, если будут такие вопросы, я вежливо скажу, что я бы не хотел на них отвечать. Но я думаю, что таких вопросов нет. Я на любой вопрос готов ответить. Все будет зависеть от уместности этого вопроса. Я готов на вопросы веры, например, отвечать. Сейчас попробуем об этом поговорить. Я еще помню времена, когда понятия байкер и рокер очень путались и имели такой негативный подтекст, когда говорили, ну, байкеры, эти рокеры, вот они на мотоциклах, и что-то от них нужно ожидать чего-то страшного. Такое было, ну, по крайней мере, такое мнение у большинства людей было. Сейчас, конечно, все изменилось. И из чего складывается байкерская культура, вот субкультура сейчас? Ну, у нас наша культура, российская культура, которую мы уже оформили и сформулировали, как русские мотоциклисты, она формируется на принципах служения. Принцип служения друг другу. Но потому что сейчас мало кто тебе уступит место, там, допустим, в очереди, если ты с ребенком на руках стоишь. Мало кто тебе в чем-то поможет. Поэтому мы сформировались в какой-то некий коллектив, в некую среду, и в этой среде мы участвуем в жизни друг друга. Это можно назвать, ну, это не орден, скорее, это братство. И у нас так получилось, что стихийно выросло около 80 подразделений по всей стране в ближнем и дальнем зарубежье. То есть людей настолько много в нашем движении, что мы даже не в состоянии сами всех запомнить. И кроме того, у нас жесткая иерархия, потому что туда пришли люди все бывшие военные. Я в прошлом военный летчик. То есть есть ребята, кто прошел горячие точки. И нас объединяет желание служить, потому что у нас в новейшей истории забрали это желание, в смысле, эту возможность послужить. Потому что воспитывается все больше, в принципе, лидера. Лидер утверждается в общественном мнении и в друг друге, в людях. А нас все-таки воспитывали героя. А герой утверждается в таком жертвенном служении. Ну, это очень просто, как бы я пытался объяснить. И отношения в вашем клубе, они основаны на отношениях некого братства. Ну да, вот какого-то участия. То есть, иногда просто спрашивают, давно тебя не видел, все ли у тебя хорошо. Говорят, я тебе мед привез, потому что дальше я мед люблю. Ну, подождите, вы говорите, что у вас больше 80 отделений, а в то же время, ну, мы знаем, да, молодежь сейчас все воспитывают на принципах лидерства. Рвись вперед, покажи, на что ты способен. Приходят к вам молодые люди? Молодых людей очень много. И людей уже состоявшихся очень много. Имеется в виду, которые уже служили в армию. Они для меня тоже молодые. Потому что мне 50 лет почти что. Ребята, пожалуйста, вопросы ваши. Давайте попробуем задать их Алексею. Алексей, а сколько ваша группа уже «Носиные волки» существует? В этом году у нас юбилей, 25 лет. А расскажите немножко про историю. Как этот клуб вообще организовался? Организовался в 89-м году. Ездили ребята на мотоциклах. Как-то так получилось, что собрали всех вокруг нашего лидера, который сегодня остается нашим лидером. Александр Залдостанов. Дорожное имя – хирург. И мы стали искать свою дорогу, свой путь. Потому что, по сути дела, сам образ байкеров за границей – это образ таких асоциальных элементов, маргиналов, которые, собственно, занимаются торговлей, оружием, крышеванием, проституцией, наркоторговлей. Это достаточно известные клубы. Я не хочу причислять все клубы. Есть и достойные клубы. Но у нас пошло, как всегда, в особую сторону. Потому что Федор Михайлович Достоевский говорил, что без смысла русский человек не может ничего. Потому что нам нужны были смыслы, мы вкладывали эти смыслы. У меня пятеро детей. То есть я очень думаю о том, как мои дети будут жить в этом мире. Я постоянно думаю об их воспитании. Я постоянно думаю о том, как они будут развиваться. И, естественно, сам мотоклуб начал участвовать в том числе и в воспитательных каких-то начинаниях. Ну, например, вам известно, что мы каждый год проводим байк-шоу. То есть это такое центровое действие мотоклуба, в который мотоклуб вкладывает свои смыслы. И через вот свое представление выдает свои какие-то коды ценностные, чтобы молодежь присоединилась к нашему мировоззрению, к нашему пониманию. Потому что мы за это искренне болеем. Военный лётчик, театральный институт, байкер, общественный деятель. Какая из этих ролей для вас наиболее интересна? Вы знаете, я не разделяю себя на какие-то роли. Есть у любого цветка лепестки. А есть основной – это стволники, стержень, по которому текут в эти лепесточки некие соки. Всё, чем я занимался, я преследовал только одно. Я открывал человека в себе. И себя открывал в этом человеке. То есть я искал внутреннего человека, занимался поиском внутреннего себя. Потому что есть внешний человек, а есть внутренний человек. В какой-то момент мне нужна была скорость, мне нужны были боевые задания. Мы летали в нейтральных водах на разведку группы авианесущих кораблей и авианосцы. Из севера заходили в Тихий океан, где стоит 6-я армада. Потом в какой-то момент мне захотелось спуститься в шахту. То есть я поехал на крайний север, спустился в шахту в Аргашорскую. Три года проработал в бригаде трижды Героя соцтруда Анатолия Михайловича Сахарова. Пока работал там, пошёл в Народный театр. Стал заниматься в Народном театре. Приехал просто полушутя, приехал куром насмех, как говорится. Приехал сюда, в Москву, и вдруг сразу же поступил прямо с первого тура. Мне Владимир Алексеевич Андреев сказал, чтобы я никому больше не сдавал документы, что я к нему поступил. Владимир Алексеевич Андреев, главный режиссёр Ирмоловского театра. Таким образом я поступил в театральный. Сразу же привлекался в работе в театре. То есть мы там играли детские сказки, выходил статистом на сцену в массовках. Но сам думал, конечно, о больших проектах. И в 1994 году я поставил первый свой спектакль. Это был спектакль «Чайка». В нём играли замечательные артисты. И Катя Маркова, и Лариса Лужина, которая с Высоцким сыграла «Высоту», и Володя Протасенко, Серёжа Пожарский, Никита Тюнин, Наташа Чернявская. Я их всех помню. И прям спектакль-то во мне живёт. Вы на режиссёрский факультет поступали? У нас режиссёрский актёрский был. У нас и занимались сценическим мастерством, актёрским мастерством, и занимались именно режиссурой. После этого начались лихие 90-е годы. В 1994 году я поступаю на высшие курсы сценаристов и режиссёров. То есть ухожу в режиссёры в киношные. Это совершенно другая технология. Театральный режиссёр – это одно, а кино – это совершенно другое. Мне не удалось снять в результате фильм дипломный, но я на курсах полностью отучился, потому что меня обманули. Я купил 6 километров плёнки чёрной в НИИ Химфотопроекта. Она вся была испорчена. Ну, тогда время такое было. И постепенно, постепенно я занялся, видя весь этот кошмар, стал задавать себе вопросы. А что же можно сделать, чтобы что-то исправить? Появились мои друзья, политические консультанты, и мы объединились в такую бригаду. Они все сейчас, кто крупный чиновник, кто бизнесмен, мы объединились в такую бригаду, занялись выборами. И выборами мы занимались до 2000 года, до 2002 года, пока я не занялся уже своим проектом общественным. И на сегодняшний день я занимаюсь только вопросами, опять же мы возвращаемся к человеку. Я стараюсь сделать так, чтобы мои соотечественники максимальным образом приблизились к пониманию, что такое внутренний человек, что такое внутренняя жизнь. То есть у нас есть очень много общественных начинаний, и даже, может быть, и будут политические, но это все только инструменты для того, чтобы приблизиться к этому стволу, имя которому человек. Очень богатые событиями жизнь. В какой же момент из этих событий вы сели на мотоцикл? Я с 79-го года на мотоцикле и даже до сих пор гоняю на гонках. У нас здесь вот сейчас в апреле будет многодневная гонка, это будут астраханские, ну, в Астрахани проходить, хазарские степи. Сейчас она называется «Золото Кагана». И это многодневная гонка класса «Дакар». Тогда мотоциклисты вместе с автомобилистами, у нас там команда «КамАЗ-Мастер» известная, очень много ребят-джиперов, и валить по пустыне, пугать тушканчиков. По астраханским степям. То есть это вот такая вот до сих пор забава. Хорошо, ребят, пожалуйста, вопросы. Есть? Да. Если вы смогли заново начать жить, вы бы стали байкером? Вы знаете, я не знаю, что бы было, если бы я начал заново жить, если бы такое возможно. Но я знаю одно, что я бы стремился к концентрации. А мотоциклизм, вообще сам мотоцикл, он очень сильно концентрирует. То есть он так мощно собирает, что иной раз после многодневной гонки ты приходишь в реальность и даже не узнаешь какие-то вещи. Говоришь, так, а это все откуда взялось? Потому что это очень сильная внутренняя концентрация. Поэтому, ну, если бы я не был бы байкером, я бы, наверное, стал бы летчиком. Ну, то есть, если бы не был летчиком, стал бы, например, там, занялся санно-бобслейным спортом. Ну, все то, что концентрирует. Или занялся бы снайпингом, то есть то, что является концентрацией. Так что касается мотоцикла, мотоцикл – это коллективная вещь. Ты всегда идешь колонной на скорости 120-140 километров. Это такая крейсерская скорость колонной. До 80 мотоциклов идут друг от друга, буквально трутся на такой скорости. И все в полном молчании, потому что еще какое-то время назад не было гарнитуры, они только сейчас появляются, связь между мотоциклистами. В полном молчании идет колонна на огромной скорости. И через какое-то время такого вот уникального общения у тебя возникает момент, когда тебе и разговаривать-то не надо. Ты человека понимаешь не только с полуслова, а прямо по движению духа. И ты слышишь его, ты понимаешь его. То есть это очень такая хорошая. Поэтому, конечно, наверное, все-таки мотоциклизмом бы я занялся. Еще вопросы есть, пожалуйста, скажите. Я хотел задать вопрос. Почему ваша организация называется «Ночные волки» и кто придумал это название? Ну, «Ночные волки» родились, наверное, как такой образ рычащего животного, потому что это все-таки были 80-е годы, и ездить мы могли только ночью. И вот я помню, все наши поездки, куда бы то ни было, там на море или еще куда-то, в годы моей юности, они осуществлялись по большей части ночью. Ну, потому что дороги свободные. Ну, и вообще свободно. Вот. Но так промыслительно получилось, что «Ночные волки» – это такой образ такого как бы существа, который стремится в этой самой ночи обрести самого себя. Ну, по крайней мере, так, для меня. Потому что отказаться от себя ветхого всегда тяжело. А прийти к себе новому почти невозможно. И поэтому вот этот вот поиск внутренний, он, конечно, большей частью… Мое любимое время суток – это ночь. Я очень много читаю святых отцов сейчас больше. И специальную литературу почти никакой не читаю. И вот в ночи как-то все оголяется, как-то все становится открытым и как бы, ну, в правде такой стоящим. Поэтому, ну, твоя задача просто как хорошего охотника – это все взять быстро и себе для пользы присвоить. Сделать своей добычей. Да, сделать своей добычей, сделать частью себя, потому что очень люблю монастыри, очень люблю пост, когда есть возможность уехать в монастырь. Первую неделю поста мы всегда уезжаем с ребятами в монастырь. И очень люблю в монастыре службы, как раз читается канон Андрея Критского. И это просто не забываю. А ночи в ушах звенит от тишины. Я не могу этого описать. Поэтому ночные волки. От себя ветхого к себе новому. Вы давайте задавать вопросы, те, которые могут быть вам полезны. Чего все обо мне, да обо мне. Вот у вас наверняка личные вопросы есть к самому себя. Ваша жизнь тоже может быть в каких-то случаях, в каких-то примерах, можно быть спросить за тавтологию примером для ребят в этой области. Скажите, когда вы пришли к вере? Вы же не были крещены, как и многие... У меня фамилия Вайц. У меня фамилия Вайц. Мы приехали в 1767 году. В Россию мои предки приехали. И мой прапрапрадед присягнул на служение Екатерине Второй 16 сентября все это дело произошло. Этот мир, который вдруг передо мной открылся, это открыл отец. Потому что отец говорил, что за Россией будет будущее. Это он говорил. И он говорил, что... Замечательная такая памятная мне фраза. С русскими, говорит, воевать бесполезно. Даже если ты их победишь, завтра они станут тобою. Вот такая очень тонкая, очень верная. И вы знаете, на самом деле, я не потерял, не утратил собственной идентичности, не утратил способы мышления. У меня вот как бы все по полочкам разложено. Все, что касается внутренней какой-то работы, внутренних поисков. То есть немецкость, она осталась? Она осталась. Но при этом я себя полностью духовно ощущаю русским человеком. И знаю, в чем эта разница. Представляете себе? Потому что Запад весь, он всегда жил в неком мировоззрении мир для меня. То есть в таком мировоззрении вечного пользователя. А Россия, она всегда жила в такой мировоззренческой парадигме «я для мира». То есть, Господи, где то место, где я могу прийти послужить? Где то место, куда я могу себя принести в жертву? Потому что и у нас совершенно логично, и совершенно понятно, почему был Александр Матросов, почему вот эти как бы подвиги, когда человек отдает себя, это совершенно органично для русского человека, для русского духа. И абсолютно непонятно для западного человека. Ну, как бы, мне легче в этом смысле разбирать, что такое вера и какое-то сокровище у русских людей. Будучи лютеранином, я вернусь к вашему вопросу, будучи лютеранином, естественным совершенно образом, вытекающим из лютеранского учения, я в 80-х годах постигал основы эзотерики и всякой прочей лабуды, начиная с Рудольфа Штайнера Елены Ильбловацкой, Гюрджиевой, Ани Бизант, Мережковского, Розанова и так далее. Короче, к 90-м годам я уже почти сошел с ума. То есть у меня уже там черти прыгали по занавескам, и я достаточно тревожно себя чувствовал. Я приходил в один храм, в другой, в третий, но, естественно, в католический и лютеранский, потому что для меня православие было закрыто. И тут в Государственном институте театрального искусства на кафедре марксизма-ленинизма, исторического материализма, приглашают на лекцию, где будет выступать поп, как нам сказали. Это был 89-й год, уже конец. Я пришел на эту кафедру марксизма-ленинизма и сидел человек, который, манера которого, говорит, сразу же меня поставила в очень агрессивную к нему оппозицию. После двух-трех предложений для меня стал открываться, как вот ароматный букет, стал открываться этот удивительный человек. Это был отец Артемий Владимиров. Я вцепился прямо в подрясник, и говорю, батюшка, крестите меня в православие, заберите меня от этих чертей. То есть, и все. Он меня крестил, и вот с 90-го года я, по сути дела, принял православие. У меня были проблемы с родителями, но они были недолгими. И я, исповедуя православную веру, стал заниматься так называемым умным деланием. Я не бросил спорт, занимаюсь спортом, но есть тело внешнее. Тут нужны гантельки. А для тела внутреннего нужны как бы приспособления иные, то есть, которые тоже являются... Это все очень просто. И как раз я занимаюсь теми вопросами, чтобы переложить это с такого как бы лубочного, очень скрытого языка на современный, чтобы просто ребятам показать, как это легко, с одной стороны, и как это невозможно, трудно делается. То есть, ну вот как-то так. Готовы ответить на любые ваши вопросы. Спасибо. Пожалуйста, вопросы еще. У меня вот такой вот вопрос. Вы наверняка много путешествовали. Что вам больше всего запомнилось? Какие впечатления вы получали от ваших путешествий? Ну, вот так. По миру вообще? Да, вообще. Ну, за три года я проехал 89 тысяч километров на своем мотоцикле. То есть, мы объездили все. Север, юг, запад, восток. То есть, мы были везде. И в 2009 году, когда вдруг возник шоу-программа «Имя Россия», был выбран Александр Невский. А мы себе сказали, а чё это у нас день независимости 12 июня, какой-то безымянный. Оказалось, что это день города Переславля, в котором родился Александр Невский. Оказалось, что именно в этот день открывается Спасо-Преображенский собор, в котором крестили Александра Невского. И дальше пошла просто цепь событий, которые мы для себя открывали. Ведь подвиг Александра Невского мало кто знает на самом деле. Он пошел в Орду, потому что знал, что ордынцы сохранят нашу веру. И, по сути дела, попросил защиты у Орды от Запада, который, видите, в Тонских рыцарей, рвался к нам. То есть, по сути дела, он шел на поклон в Орду, чтобы защитить свою духовную составляющую. И бил, и бил как? Ему было 21 год, когда он выиграл в Ледяном побоище. И причем он впервые в истории его войско пешее побило конницу. Это впервые за всю историю человечества. И мы, естественно, для себя сформулировали, что Александр Невский это та фигура, которая освободила нас от вселенского хама Запада и от самости Орды, освободив нам свой третий путь. Значит, мы решили пройти по пути Александра Невского. Александр Невский скончался в городце в Федоровском монастыре. Мы доехали до городца. После городца мы решили проехать туда в сторону севера и приехали в Киров. Оказалось, для себя мы открыли Великорецкий крестный ход, где люди каждый год ходят 160 километров пешком. И мы вот с того времени, по сути дела, каждый год, это центровое событие, мы проходим кольцо, заканчиваем его в Кирове, начинается крестный ход, движемся пешком 160 километров. Крестный ход здесь не пешком? Крестный ход. Весь, весь проходим пешком. Садимся на мотоцикл и идем на Кострому. Из Костромы мы возвращаемся в Годеново, где в 1423 году был обретен животворящий крест, Годеновский, так называемый. 11 числа, там день обретения этого креста. И 12 июня мы входим в Переславль в 9 часов утра уже 5 лет с иконой Александра Невского. В этот день открывается собор, в этот день все участники имеют возможность поучаствовать в литургии, причаститься, и в этот же день мы заканчиваем вот этот вот крестный ход. Он идет с 1 июня по 12 июня, соответственно. 5 лет уже по такому маршруту вы путешествуете? 3 тысячи километров мы проходим на мотоциклах и 160 километров пешком. Это достойно аплодисментов к этому. А, скажите, Алексей, но, наверное, не все разделяют православную философию в вашем клубе, или это для всех обязательная штука? Послушайте, ну, что такое православие? Давайте мы симплифицируем, как в экономике говорят это понятие. Что такое православие? Православие – это жертвенное служение. Какой мусульманин, какой иудей, какой буддист откажется от жертвенного служения? Понимаете, мы же не о религии говорим, а о состоянии духа. Дело в том, что человек, он воспитывая себя и взращивая себя внутреннего, он может лишь только жить в двух состояниях, либо брать, либо давать. Вот чем он дальше отходит от состояния брать, тем он ближе приближается к состоянию давать. Но когда он приходит в состояние давать, он не может уже брать. Как вот мама моя, она до своих последних дней ходила, сдавала кровь донорам. Я говорю, мам, ну зачем вы ходите и сдаете кровь? Зачем вам это надо? Она говорит, сын говорит, я уж больше не могу. Мне, говорит, надо раз в месяц пойти сдать кровь, потому что организм вырабатывает ее. Вот. Поэтому здесь точно так же и состояние духа. У нас нету никаких вопросов. Вообще этот вопрос мне кажется выдуманный и навязанный нам вот этим пресловутым общественным мнением и неправильными средствами массовой информации. Никто от заботы... Ответственно вам заявляю, что телеканал Радость моя правильные средства массовой информации. Я вам даже больше скажу. Ответственно заявляю тем людям, которые сейчас нас смотрят, что им нужно подняться, у кого есть средства и просто принести в развитие этого канала. Почему? Потому что это есть инвестиция не только в их будущее, но и в будущее их детей и их внуков и их правнуков. Спасибо, Алексей. Спасибо. А как люди попадают к вам в клуб, скажите? Вот достаточно иметь мотоцикл и сказать, я готов служить братьям, привет, и прийти к вам в клуб? Нет. Есть какая-то процедура инициации, посвящения? Нету процедур, нету никаких регламентов, нету никаких анкет, нету никаких документов. Человек, который приезжает к нам и хочет ездить с нами, ему говорится, как правило, такая фраза надо поездить, надо пожить. И человек примыкает к нам, на него с этого момента начинает вглядываться тысячеглазый организм, то есть все замечается, все примечается. И через какого-то время человека приглашают в клуб и говорят, ты достоин быть с нами. Никаких документов, и слава богу, что никаких документов, никаких регламентов, и слава богу, что никаких регламентов, и никаких формальностей в этом нет. Но вы же говорите, у вас жесткая иерархия. Жесткая иерархия, она именно открывается нам в духовной очевидности. То есть нам совершенно очевидно становится, что этот человек достоин первой ступени, второй ступени, третьей ступени, и этот человек достоин называться братом. Пожалуйста, еще вопросы. Да, пожалуйста. Как вы познакомились со своей женой? Ну, я пришел на вокзал, покупаю билеты, и слышу, значит, звонкий девичий смех, я поворачиваюсь в таком свете отражающих, значит, лучей солнечных. Старый вокзал, скользят две такие высокие, достаточно симпатичные девушки. У каждой потомик у книги какой-то подмышки. Это был 4 ноября 2001 года. Вот. Это день Казанской иконы, божья мать. Вот. И таким образом мы познакомились. Они изменили сперва свои имена. Одна назвалась как с одним именем, другая другим. И вот я познакомился со своей будущей женой. И никуда они, ни в какой, ни в кафе, ничего. И я так как-то, мне говорю, даже спортивный такой, азарт взял. Я говорю, что даже мороженое не поедим? То есть, ну, зашли в какое-то бильярдное, съели какое-то мороженое. У нас завязались какие-то отношения. Мы спрашивали о званец, потом я стал приезжать туда. И где-то уже весной я спрашиваю, говорю, а, ну, надо как-то уже оформлять отношения. А я такой парень был. Если у меня какие-то серьезные были отношения, то у меня сразу же как бы было оформляемся. Я очень благодарен ей. Она своим смирением заставила меня на каком-то этапе жизни устыдиться, как я себя веду. И только за счет ее молчаливого, постоянного участия в том, как я прихожу, ну, вообще, как бы домашней жизни она прикрывает тылы, только за счет ее молчаливого участия мне стало неловко, постепенно это произошло. И я стал прекрасным семьянином. Я никогда не думал, что она меня, что меня вот сможет переломить. А в благородище, что она упорянул? Смиренное участие, удивительно, смиренное участие, не скандалы, ничего. Они пробудили во мне совесть. Я стал участвовать в жизни семьи. А столько еще детей появилось. Я говорю, откуда они все взялись? Откуда они все? У меня старшая дочка учится в Николос-Ольбинском монастыре. Детишки, мальчишки, сейчас мы готовим к запуску еще один проект мальчикового воспитания. Девочки у меня будут учиться только в монастыре. Таким образом, я хочу сохранить... В школе при монастыре? В школе при монастыре. Хочу сохранить их от отлетворного воздействия внешней среды. Все эти разговоры о том, что они там... А как же социализация их? Это все... Там девочки, которые видели ого-го чего, потому что они все с улицы подобраны. Это с одной стороны. А с другой стороны они на службах постоянно. И девочке очень важно воспитываться, на мой взгляд, именно в девочковой среде, не в смешанной. Сейчас об этом поговорим. Я бы хотел два вопроса про социализацию. Как ни крути, вы самый известный байкерский клуб в России. Но известны и другие байкерские клубы в других странах, там есть и бандиты с пресловутой и прочее, и прочее, и прочее. Вы общаетесь с другими байкерами из других стран, из других клубов, и как вы вместе разделяете ли какие-то взгляды на жизнь? Потому что, ну, вы же сами сейчас сказали, и это всем понятно, что во многих странах слово байкер ассоциируется с таким образом жизни, ну, не совсем здоровым, скажем, и наркотики, и, в общем, все, все, о чем вы говорили. Вы с ними как-то общаетесь, обсуждаете это? Вы можете повлиять на мировое байкерское сообщество и сказать, ребят, хорош, начинаем жить по-другому? Мы общаемся со всеми двухколесными. Мы принципиально не общаемся с парнокопытными. Потому что есть люди, которые открыто исповедуют сатанинскую символику, носят на себе однопроцентный ромб, то есть они таким образом говорят, что мы один процент от всего общества, и мы плевать на него хотели. Вот, и соответствующие, а дальше все вытекает, соответствующие их и названия соответствующие. И у нас нету принципиальных каких-то, у нас нету конфликтов и интересов. Мы не занимаемся тем, чем занимаются они. Но по мировоззрению мы категорически их не приемлем. Потому что они просто даже в большинстве своем сами не понимают, в какие они игрушки играются. Но вот это как малые дети, которым дали пузырек с Аполонием. То есть он его ложками хавает. А что это за названия? Что это за символы? Они не понимают, что они на себя одевают, как они себя именуют. А именование, мы же знаем, если у вас есть какое-нибудь религиозное образование или кто-то, вы изучаете эти вопросы, вы знаете, что икона, она только тогда становится иконой, когда она именуемая. А какие названия они на себя вешают? Какие они на себя символы вешают? Это то же самое, что ложкой черпануть полония. А они же не видят, что в духовной жизни происходит. А мы это не только видим, мы это знаем. Потому что мы этими вопросами занимаемся. Поэтому мы говорим, ребят, все хорошо, но давайте, ничто не сближает, как дистанция. Какие вы увидите себя через пять лет? Не вижу. Слава Богу, день прожил, на правило встал, поблагодарил Богу, что даровал еще один день. И так каждый день. Обостряет все чувства, все антенны делает очень чувствительными. И отношение к людям по правде чистым и искренним. Вот мы здесь до вашего прихода с ребятами пообщались по поводу смысла жизни. Ну и много раз я уже задавал этот вопрос молодым. Странно, что очень многие просто откровенно смеются в ответ на этот вопрос. Или просто не знаю, что ответить, не понимают смысла и значения этого. Ну, что я могу сказать? Мы все умрем. Одни умрут, а другие родятся. Но жить мы будем все вечно. Об этом же нам каждую секунду подсказывает наше внутреннее естество. Нам мама говорит, не ходи на красный свет, мы приемся на него. Потому что если бы у нас был вот этот бы страх, что мы живем вот только здесь, то он бы был бы у нас животный. У нас нет этого страха. Мы лезем на какие-то эльбрусы, мы гоняем каким-то пустынем, рискуя умереть, рискуя погибнуть. Мы носимся на мотоциклах, мы летаем на самолетах, прыгаем с парашютом, и нам все внутри говорит, что мы жить будем вечно. И мы как-то это все игнорируем. Но смысл жизни-то как раз заключается в том, чтобы как прожить эту вечную жизнь. Ты будешь жить, либо как вот мне один старец, у меня лопнула пружина, я будильник ему пытался чинить в монастыре, лопнула пружина, и так свизгом, я аж увернулся, она с визгом раскрутилась. А он такой смотрит на нее и говорит, ты знаешь, говорит, вот по смерти нашей, наверное, с таким же визгом высвободятся все наши страсти, и в нас же в самих вопьются, и начнут рвать нас на часть. Ух, какой страшный, какой страшный образ. Поэтому вот наша задача-то себя обрести. Почему? А что такое себя обрести? Ну, главное, себя Бога не потерять. А у меня приятель говорит, ты знаешь, говорит, я как бросил коноплю курить? Я говорю, как? А он говорит, я покурил, ну, в детстве, с дружками вышли, я, говорит, покурил, и мне, говорит, так страшно стало, что, говорит, я испугался и решил помолиться, ну, как человек воцерковленный, выросший в верующей семье, думаю, я сейчас поболюсь, и стал вспоминать имя Бога, и не смог его вспомнить. Не смог вспомнить имени Иисуса Христа. Понимаете, вот наша задача, мне кажется, смысл жизни в двух вещах. Всегда помнить о том, что мы все умрем, чем раньше, тем лучше, и чем чаще, тем вернее. И, с другой стороны, в каком качестве мы готовы предстать пред своими родственниками, всеми родственниками от Адама, перед Богом, перед своими врагами, которым мы сделали плохо, это все будет, это все вот как вот, они здесь, они все здесь, они все присутствуют, их глаза незримо смотрят на нас. Мы просто их не слышим, потому что мы находимся в грубых энергиях, это грубое такое, грубое наше состояние. Но это все будет, и вдруг откроется, как скажется в Священном Писании, откроется все одномоментно, и все мы предстанем перед этим, и что ты будешь делать, если ты не готов? Нужно готовить себя прямо здесь. В этом и есть смысл жизни. Это есть и цель, это есть и средства, и это есть каждодневные, ежесекундные упражнения, точно такое же, как мы там занимаемся там спортом, качаемся, и все прочее. Хорошо, спасибо, будем думать об этом. Какие еще есть вопросы, пожалуйста, друзья мои. Алексей, каких политических взглядов вы придерживаетесь? Я бы сформулировал политические взгляды свои, как охранительно, охранительно свободные. Переводя на язык Бориса Николаевича Чечерина, это либеральный консерватизм. Что это такое? А все очень просто, берите образцы из жизни, нам сама природа подсказывает брать образцы из жизни. Кто выигрывает в бою? Кто крепок духом, быстр, гибок, ловок телом. Правильно, да? Поэтому вся наша инфраструктура, все наши институты должны быть максимально заточены под нужды нашего общества, мгновенно меняться, а наша внутренняя часть, наша духовная часть, как нации, она должна стоять в духе, то есть в чем это? Во всех наших традициях, во всех наших ценностях, во всех наших целеполаганиях, то есть она должна охраняться нами. Поэтому вот я исповедую, с одной стороны, у нас же сейчас все наоборот, у нас дух наш раскрыт, как ворота для всех, заходи, кто хочет, хочешь баптисты, хочешь секты, хочешь там эти, хочешь там эти, хочешь однопроцентные клубы, заходи, а общество все сковано бюрократией, все наоборот перевернуто. Я за позицию, когда наше общество, как некий большой организм, будет очень гибкий, очень резкий, очень быстрый, все отвечающий за и реагирующий на нужды общества. С одной стороны, это внешние институты, а внутренние институты должны стоять в духе наших традиций и никуда с этого места не сходить. Как Александр Невский говорил, сила наша вправде. Мне видится, что наше общество, оно все сплошь состоит из клеточек. Вот каждый из нас это клеточка. И каждая клеточка, если посмотреть на организм, они сообщаются друг с другом, сообщающиеся сосуды. Если в одной клеточке состав ее плохой, то та клеточка, которая рядом, здоровая, она забирает на себя плохой состав. Ну, просто идет же обмен, а забирает на себя плохой состав, но ей же отдает рядом лежащей клеточке хороший. И вот этот процесс бесконечного обмена, мне кажется, это и есть исправление. Самый главный верный принцип это исправь самого себя. А организм сам распределит, если в тебе будут вот эти светлые, исправленные тобой силы, организм сам распределит, кому перетечет вот это светлое и от кого к тебе придет. Поэтому мы часто болеем, это все следствие нашей духовной жизни. Вообще все, что в нашей жизни происходит, это следствие нашего духовного состояния. Весь мир руководствуется принципом правильно-неправильно, а русский человек не так понимает. Поэтому у нас закон не работает. Русский человек понимает правильно-неправедно. И он это очень хорошо чувствует за счет совести своей. У нас же 30 миллионов боеспособных мужчин сейчас, ну по примерным прикидкам. И самая большая граница в мире. Наши недра фантастически насыщены богатствами огромными. Мы постоянно слышим призывы разделить Сибирь, отдать Восток и так далее. Мы живем в достаточно агрессивном мире, который алчит все больше и больше потреблять. Он все время себя расчесывает. Он в этой похоти потребления. Он же просто с ума сошел. И у нас 30 миллионов боеспособных мужчин, при этом сильно повреждена армия и так далее. Но мы же помним, что в Великую Отечественную войну, как и в первую, так и во вторую, главным действующим лицом боеспособным были партизанские соединения, дивизии партизанские. Поэтому мне кажется, что любое сообщество сегодня, они должны понимать, что их рано или поздно могут призвать. Это раз, с одной стороны. А с другой стороны, мы должны готовиться сейчас к брани невидимой. Потому что сейчас идет информационная война, так называемая сетевая война. И мой призыв ко всем ребятам, и я сам это делаю, сперва стал делать это неохотой, по послушанию, мне мой батюшка сказал. А потом все больше и больше понимая ту роль, которую я на себя взял, ту миссию, которую я на себя взял, я понимаю, что каждый благовоспитанный, каждый образованный человек должен идти в сети и оставить 2-3 оценки на вещи, на людей, на события, как бы через призму той самой правды, как бы через призму той самой совести, как бы через призму святоотеческого предания, чтобы люди, находясь в информационном пространстве, среди этих роботов, которых засылает нам враждующая сторона, чтобы люди начали вдруг ориентироваться, чтобы они слышали созвучное себе, чтобы они не слышали себя одиноким, ибо там сейчас происходит наша война, там сейчас линия обороны. Важен ли для вашей семьи материальный достаток? Конечно, существует для меня этот вопрос, но я бы хотел, чтобы он, я научился внутренним таким деланием, чтобы он меня вообще не беспокоил, чтобы я вообще не парился по этому поводу, потому что Господь самый лучший благоустроитель, самый лучший риэлтор, самый лучший менеджер всей нашей жизни, он все прекрасно знает, живое существо, которое ежесекундно думает о тебе, а тем более о детях. Алексей, знаете что, мы очень часто в этой программе говорим о каких-то духовных ценностях современной молодежи, о нравственности, о патриотизме, как бы вы сформулировали, что такое патриотизм, как это многие учителя и педагоги бьются, как это донести до своих учеников, до студентов, до учащихся, как бы вы это сделали, как объяснить молодым людям, что такое патриотизм сейчас? Одним словом служение. Понимаете, мы к служению относимся как к бремени, как к ерму, как к какой-то повинности, на самом деле, чтобы послужить, надо заслужить, нужно же еще дорасти до этих высот, мы же говорили, что человек может либо брать, либо давать, а что такое служить, это давать. Мать, детям, она что, она служит, она своей кровью их кормит, потому что молоко это и есть фракция крови, а что она кормит, она разрушает себя, у нее возникает куча болезней, посмотрите на женщин, которые много рожали, а как это, разрушая себя, она, что, она вскармливает детей, а это очень серьезно, это служение, а кто из нас готов вот на сегодняшний день послужить, вот только ты встань на этот путь, тебе сразу же кто-нибудь наступит на пятку и ты им послужишь так, что мама не горюй. Конечно же, никто не может, это очень тяжелая как бы работа. Чтобы быть патриотом, мне кажется, нужно нам посмотреть вокруг и понять, что у нас нету в стране вообще сферы услуг. Почему? А потому что служить никто не может. мы все, нас все, вот революция, мы не рабы, рабы не мы, и мы еще в букваре там писали, вы-то уже не пишете, а мы еще писали в букваре, мы все ждем, когда бы кто бы нам, если мы не рабы, то мы кто? Мы, значит, кесари. Кесари. Поэтому нам должны прийти как-то все это дело, все преподнести на блюдечке с голубой каемочкой. Нет. Нужно встать, пойти себя отдать. Вы знаете, есть очень такой удивительный образ у Паисия Святогорца есть удивительный образ ада и рая. Спрашивает его ученик, можешь ли мне, говорит, учитель, рассказать, что такое ад? Он говорит, могу. Представь себе помещение, где огромный стол и на столе огромное количество яств. И каждому человеку, сидящему за столом, а их много, роздана ложка с длинным цевьем. И они сидят и пытаются к своему рту поднести. И только он подносит к своему рту, тут на него набрасывается куча других ложек, сметают все. Это здесь падает, а поскольку вечность все гниет и все воняет, и все голодные сидят при огромном изобилующем яствовом столе. А говорит, а что такое рай тогда? Он говорит, представь помещение, в котором стоит огромный стол с огромным количеством яств. И вокруг сидят люди за этим столом. И каждому из них роздана длинная ложка. И они в мире и молитве кормят друг дружку. Понимаете, да? Разница только в одном, в отношении. И меняется полностью весь мир. Сразу же все вокруг начинает благоухать. Мы все атомизируемся. Мы все каждый каждый в своей скорлупе. И самое интересное, что на это направлено все наше, все наше информационное пространство, чтобы нас всех разобщить. Дух разделения. А вот тот, кто вопреки этому духу разделения действует и пытается достучаться до своего, пытается послужить своему, тот, ну, на сегодняшний день герой. Герой. Потому что именно это и есть жертвенное служение. Вы знаете, вот есть у Чучева замечательные строчки, очень короткие. Единство возвестил оракул наших дней, быть может, спаяно железом лишь и кровью. А мы попробуем спаять его любовью. А там посмотрим, что прочнее. Ну, это аплодисменты и прекрасное завершение нашей программы. Спасибо вам большое, Алексей. Это был хороший урок служения и патриотизма. и даже байкерства. Спасибо. У нас в гостях был Алексей Вайс. Спасибо, что были с нами. Спасибо вам, ребят. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Какие у тебя впечатления от этого разговора? Он очень духовный человек, и я понимаю, что нужно еще в моем возрасте стремиться к чему-то долгому и вечному, потому что это очень тяжелый труд. Я сегодня узнал, что такое, кто такие байкеры. Вот. Для себя это полезное знание? Ну, для меня можно сказать, да. В целом, я вообще не ожидал, что такой вот человек есть. А что тебя поразило? Ну, в целом, его поведение, его манера, как он мыслит, это радует, понравилось очень. Ну, а хороший человек, очень. Православный, добрый, бородатый. Силен. И я буду часто вспоминать наш сегодняшний разговор. Мне запомнилось то, что он, как он с нами разговаривал, мне все-таки он был с нами открыт, вот, несмотря ни на что. И я очень рада, что мы попали сюда, на эти съемки, поговорить именно с этим человеком. Ну что, друзья, я надеюсь, что для вас этот разговор был сегодня интересным, и он вам надолго запомнится. Действительно, есть над чем подумать. У нас в гостях был Алексей Вайтс, байкер и общественный деятель нашей страны. Спасибо вам большое, приходите на следующей неделе. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин